Добрый день, тогда пока презентация выходит на экран, я начну разговаривать. Да, на самом деле я не гастроэнтеролог, я онколог, и поэтому буду говорить о тех проблемах, которые возникают у врачей-онкологов с нашими пациентами. И на самом деле в 100% случаев все пациенты, либо их родственники задают нам вот эти три пресловутых вопроса. Кому, когда, зачем? И самый главный вопрос, как питаться, мне или моему родственнику? То есть интересует даже не столько специфическое лечение, то специальное лечение, которое мы предлагаем, а что мне кушать и как мне питаться. Я хочу сказать, что на самом деле недостаточность питания у наших пациентов возникает достаточно часто. Это может зависеть от локализации опухоли в том или ином органе. Чаще всего, конечно, эта проблема возникает у пациентов с опухолями головы и шеи. Понятны причины нарушения питания. Но само по себе наше специальное лечение, проведение химиотерапии, лучевой терапии, вызывает осложнения, которые ведут тоже к недостаточности питания. Вызывается интоксикация, у пациента возникают те или иные осложнения, он перестает адекватно питаться, возникает недостаточность. Лучевая терапия на какие-либо органы также ведет к определенным осложнениям, которые, в свою очередь, вызывают недостаточность питания. Операции на органах головы и шеи, операции на желудочно-кишечном тракте также вызывают осложнения, ведущие к нарушению питания, перевариванию пищи. Одно из основных осложнений это мукозиты, когда возникает либо просто отек, либо язвочки в полости рта на фоне химиотерапии, лучевой терапии, химио-лучевой терапии, и пациент перестает адекватно питаться. Такая проблема тоже иногда приводит к, может привести даже к прерыванию лечения специального, и человек перестает адекватно питаться. Обратите внимание, что предрасполагающими факторами являются несоблюдение гигиены и не санированная полость рта. Да, пожалуйста, прислушивайтесь, когда мы говорим о том, что зубы нужно лечить, и мы просим о том, чтобы вы зубы вылечили до того, как мы начнем вас лечить. Это не наша прихоть, это необходимость для пациентов. Ну и в итоге, в процессе любого нашего лечения, практически у половины пациентов возникает достаточно значимая потеря веса, более 10% от изначальной. Ну и естественно, тогда, когда возникает нутритивная, то есть питательная недостаточность, все это может привести к определенным проблемам. Мы иногда вообще не можем осуществить наше специальное противоопухолевое лечение, и просим пациентов сначала возобновить свой вес, или хотя бы немного его восполнить, а потом уже начинать наше лечение. Что важно, тогда, когда человек худеет и потеряет большую массу тела, он теряет не только жидкость и не только жир из тканей, из всех тканей, не только то, что вы видите, но и мышечную массу. И это очень важно. Тогда, когда, вот смотрите, даже достаточно полный человек с большой жировой массой имеет маленькую мышечную массу по сравнению с человеком, который снаружи выглядит более стройным. Потеря мышечной массы называется саркопения, и саркопения может приводить к увеличению токсичности, проводимого нами лечения. Мы либо вынуждены снижать дозировки, либо, в принципе, вынуждены вообще отменять лечение. Еще раз, это очень важно. Еще раз на картинке покажу. Мы имеем максимальную мышечную массу, в принципе, люди в 20-25 лет. Дальше она не нарастает, дальше она только уменьшается. Так вот, даже у здорового, нормального человека в 25 лет мышечная масса, вот она, темный окрас, у человека после 60, это уже пожилой пациент, пожилой человек, не онкологический пациент, в принципе, пациент, мышечная масса в значительно меньшем количестве. Все остальное – жировая ткань, понимаете? А плюс еще, если появляется опухолевое заболевание, то возникают еще проблемы. Еще картинки. Тучный человек, но мышечной массы фактически нет. Посмотрите, тучный человек, а мышечной массы нет совсем. Еще раз, недостаток питания – это не нехватка жира, не нехватка веса в общей массе, а недостаток мышечной ткани. К чему ведет наша интуитивная недостаточность? Ухудшение переносимости лечения, осложнения возникают на фоне специального лечения. Мы ограничены в выборе современных методов лечения. Естественно, организм хуже сопротивляется всевозможным инфекциям и опухолевому росту. И, в принципе, в основной массе это ухудшение, в итоге это ухудшение, в общем, качества жизни. Но здесь еще раз показала именно распространенность белково-энергетической недостаточности при различных видах опухолей. При опухолях пищевода, упоминала у нас, да, при ростании пищевода практически в 100% случаев. При даже легкой, казалось бы, не имеющей отношения к пищеварительному тракту, в 60% случаев возникает белково-энергетическая недостаточность. Ну и в среднем 60-63% пациентов опухолевого, со злокачественными опухолями страдают белково-энергетической недостаточностью. Тогда, когда имеет место патологическое снижение аппетита, есть такое слово, называется анорексия. То есть человек может испытывать либо отсутствие вообще чувства голода у него, либо полное отвращение к пище. Я попытаюсь, картинка не страшная на самом деле. Почему возникает анорексия? Потому что опухоль выделяет такой гормон, который мозгу говорит, я сыт. То есть когда мы кушаем, выделяется гормон грелин, и он мозгу говорит, я сыт, все, мне достаточно. Так вот в данном случае это говорит гормон, который выделяется опухолью. Организм на самом деле голоден, опухоль вас обманывает. Поэтому вы можете не испытывать или ваши родственники чувства голода, а на самом деле организм нуждается в питательных веществах. Ну и анорексия, белково-энергетическая недостаточность могут привести к такому синдрому, как кахексия, с потерей жировой ткани или без нее, который в принципе приводит к дальнейшему ухудшению общего статуса пациента. Я вижу знакомые лица, мы у всех пациентов спрашиваем, снижается ли масса тела, насколько пациент похудел и за какое время. Посмотрите, насколько это важно. Уменьшение массы тела больше, чем на 2 килограмма в течение предшествующих двух месяцев, казалось бы чуть-чуть, килограмм в месяц, уже может привести к раковой кахексии. И по мнению врача, прибавка веса улучшит общее состояние пациента. Это является критерием для набора массы тела. Когда мы заподозрим кахексию, когда непроизвольно, то есть вы не стараетесь похудеть, непроизвольное уменьшение массы тела более чем на 5% от исходных в течение 6 месяцев. По 1% в месяц, тоже не так и много. Но если пациенту до этого было ожирение, то более чем на 10%. Существует определенная формула для расчета индекса массы тела, но нужно понимать, что эта формула существует только для взрослых до 65 лет, но все равно она нам позволяет как-то ориентироваться. Нормальный индекс массы тела в норме от 18,5 до 25 лет. Все остальное – это ожирение, а все, что ниже – это уже энергетическая недостаточность, которая мешает лечить вас. На самом деле существует и другая проблема. Пациенты, получающие противопухолевое лечение, иногда, наоборот, набирают вес. У них увеличивается жировая масса тела и, в принципе, увеличивается вес. За счет чего это может происходить? За счет применения гормональных препаратов, которые, в свою очередь, дают накопление жидкости в организме. За счет этого повышается вес. Или даже за счет этого вес вроде как не меняется, а мышечная масса меняется. Мышцы все равно в организме уменьшаются. Посмотрите, у этого человека индекс массы тела 25. То есть норма. Но вы же видите, что у него кохексия, а огромная масса тела только за счет большого живота. К сожалению, наши пациенты копят жидкость в легких, копят жидкость в животе, либо просто за счет большого количества опухоли в организме. Опухоль ведь тоже весит. И вам кажется, что вес нормальный, а на самом деле человек в кохексии. Поэтому я и хочу сказать, что все то, что я пыталась донести до вас, все это говорит о необходимости нутритивной поддержки наших пациентов. Расчет ДОС – это уже для врачей, когда разная формула существует для расчета ДОС. В двух-трех словах расскажу, что питание может быть энтеральным, парентеральным и спешенным. Энтеральный – это питание через рот. И имеются свои преимущества, в том числе не только ложкой или чашкой кушайте, но и с помощью зонда носового, либо перорального. И пациенты 11 отделения прекрасно знают эту методику. Есть свои показания для зондового питания. Нужно только понимать, что в полусиде, лежа не нужно находиться. То, что вам нужно знать, это нужно находиться в положении полусиде и избегать введения слишком большого количества жидкости. Имеются свои осложнения, поэтому не всем они назначаются, естественно. Тогда, когда зонд невозможно установить, и человек не может питаться сам, существует такой метод, как установка гастростомы, бояться этого не нужно. Вот эта пациентка, ну вот два года, но живет со стомой, она на своих ногах. Видите, у нее достаточно приличная масса тела, лечится, но она живет, да, питается через трубочку. Ну, опять же, она живет. Ну и третий, еще один вид питания – это парентеральный. Тогда, когда человек не может питаться через рот, либо не может питаться через гастростому, ему вводят лекарство через вену. Соответственно, чаще всего это бывает в реанимации, да, то есть не тогда, когда он не в состоянии сам питаться. Показания для парентерального питания – это я просто показываю не для того, чтобы вы выучили, а для того, чтобы вы понимали, что каждый метод имеет свои показания, противопоказания, осложнения и положительную динамику. И что еще один момент, что и энтеральное, и парентеральное питание могут назначаться одновременно. То есть человек может питаться и через рот, и через вену. Основные вопросы и основные принципы питания наших пациентов. Первое, что нужно понять – без лечения основного заболевания питание не поможет. То есть если не проводить специальное противопухолевое лечение, кормить пациента, просто кормить бессмысленно, даже дополнительным питанием. Ну и еще раз, да, многие пациенты, родственники считают это основным делом и задают очень много вопросов по поводу питания. Попробуем на них ответить. Основная задача – это обеспечение возросших из-за вашего опухолевого заболевания потребностей организма, профилактика токсических реакций, ускорение реабилитации, повышение, опять же, качества жизни. Что мы советуем пациентам? Выбирать легкоусвояемые продукты. Нужно идти на поводу у вкусовых качеств пациента. Если он хочет что-то, пусть ест. Вот что он предпочитает, то пусть и ест. Пища должна быть дробной – 4, 5, 6 раз в день. Пожалуйста, пусть ест понемножку, но ест целый день. Не нужно слишком холодную, либо слишком горячую еду предлагать. Желательно красиво сервировать пищу. Не то, что желательно, это же повышает вкусовые качества и аппетит. И сначала выпить воду, а потом через час уже можно кормить пациента. Ещё – раскладывайте пищу в маленькие тарелочки. То есть тогда, когда большая тарелка, маленькая порция выглядит маленькой. На маленькой тарелочке пациент понимает, что он справился со своей задачей и поел. Продукты всегда должны быть под рукой. Вот ему захотелось сейчас, пусть поест. То есть они должны быть в шаговой доступности. Дальше мы рекомендуем сухие вина для повышения аппетита, кисломолочные продукты, кваски, соки. То есть если желудочно-кишечный тракт усваивает и переваривает, то, пожалуйста, пусть это будет. Желательно кормить пациента за столом. Про лечить стоматит, ксеротомию – это мы с вами говорили. Витамины. Больная тема. Витамины можно и нужно. Не знаю. С всей стороны звонят доктора, рассказывают, что витамины онкологическим пациентам нельзя. Неправда. Ну и не надо часто взвешивать больного, чтобы он не зациклился на своей цифре. Что еще? Замена зубных протезов опять же помогает сживать. Старые фотографии, которые вызывают положительные эмоции и у сотрудников, и у пациента. Недавние фотографии пациента с родственниками. И сделать хотя бы один комплект одежды по размеру. Не нужно, чтобы человек каждый день видел, насколько он похудел. Стали великие штаны или юбка. Дайте ему новые. Пусть он в них ходит и чувствует себя адекватно. Какие рекомендуются продукты? Это рыба, морепродукты, курица, индейка, сыры, творог, печень, капуста, масла растительные, фрукты, какао. Комбинации продуктов. Это нутрициологи рекомендуют. Молочные продукты с кашами, бобовые с яйцами, яйца с картофелем, спагетти с сыром или творогом. Это комбинации. Дальше мы поговорим о том, что не нужно употреблять. Почему? Потому что мы хотим не ухудшить состояние пациента, чтобы он не заразился какими-то инфекциями, которыми он не заразился, будучи здоров, потому что он был здоров. Не рекомендуется сырое мясо и рыбу. Суши – это сырая рыба. Креветки, крабы, сырые яйца, сырое молоко и немытые фрукты и овощи. Если вы еще до заболевания были орлом или орлицей и могли рукавом вытереть яблоко и съесть, и ничего не случится, то, скорее всего, тогда, когда человек болен, то он не переживет встречу с этим инфекционным агентом. Что еще не рекомендуем? Квашеную капусту и баклажаны, свинину и сало, копченые колбасы, рыбу копченую, потому что, во-первых, они тяжелые для организма, для печени, они длительно перевариваются в организме, замедляют эвакуацию пищи и желудка и еще больше усугубляют анорексию. Организм все время понимает, что он сыт, сыт, сыт. Ему все время поступает сигнал «я сыт». Еще один вопрос – соки. У нас из крайности в крайности люди впадают, то начинают голодать, то все подряд кушать, то литрами пить соки. Пожалуйста. Соки здоровому-то человеку свежие много не рекомендуется употреблять, а тем более тогда, когда вы заболели, опухоль это не вылечит, а вот общее состояние только ухудшит. Тогда, когда возникают проблемы, пить нужно воду, а не соки, сырые, свежевыпятые, выжатые. Воды в день нужно выпивать не менее 30 мл на килограмм. То есть, если вы весите 80 кг, 2,4 кг, 2,5 литра воды. Воды, ни чая, ни кофе, ни соков и ни молока, а воды. Организм должен получить. Ешьте часто и понемногу, употребляйте пищу и напитки комнатной температуры, проветривайте помещение, не пейте воду во время приема пищи, ешьте сидя, не на ходу, эстетическое оформление пищи, ну и специализированное питание, об этом мы говорим. Я думаю, что Полина Александровна расскажет об этом более подробно после меня. Тогда, когда есть дисфагия, то есть нарушение проглатывания пищи, пища плохо проходит, мы спрашиваем, что вы можете проглотить, кусок мяса, чёрного хлеба или вы кушаете кашу, либо вы пьёте воду. Тогда, когда вы не можете проглотить мясо или кашу, это разной степени дисфагии. Если такой эпизод возникает, то мы рекомендуем жидкую или полужидкую пищу и кушать сидя, а не лёжа. И тоже для таких ситуаций существует специализированное питание. При мукозитах, то есть тогда, когда возникает поражение слизистой оболочки полости рта, вязкая или густая пища должна быть, кашицеобразная, кушайте через соломинку, исключите, пожалуйста, крепкое спиртное, потому что идёт поражение слизистой, я уж не говорю о поражении печени. Опять же, существует специализированное питание, которое можно в том числе замораживать и вместо мороженого рассасывать во рту. При диарее, то есть при поносе, на различных видах лечения возникают частый жидкий стул, врачи применяют меры лекарственного лечения, необходимо восполнить количество жидкости и пищу, если есть такой жидкий стул, продукты с низким содержанием грубой клетчатки, чтобы пища как можно медленнее переваривалась в организме, куриный бульон с лапшой, с яйцом, варёная или тушёная курица, овощи, воду не менее 2 литров жидкости, исключайте опять же очень сладкие напитки, не пейте молоко, кефир и соки. Ну и опять же, существует специализированное питание для таких ситуаций. Дальше, большая часть пациентов, 70% онкологических пациентов, к сожалению, недостаточно питаются, некоторые голодают ещё и специально, то есть 1200 килокалорий в сутки очень мало при норме от 2000 килокалорий, и мясо перестают кушать, и раньше мало ели, у нас в принципе люди пожилые, особенно мало едят белка, а онкологические пациенты перекрывают все эти нормы, они очень мало едят малокалорийную пищу, получают мало калорий и мало белка. Вот эта картинка столько, сколько в принципе здоровый человек продуктов должен съесть в течение дня, мало кому из наших пациентов это удаётся, поэтому в настоящее время мы рекомендуем всевозможные либо бады добавки к пище, либо специально подготовленную нутритивную поддержку. Я не буду про них рассказывать, это всё просто для поколения показать. Ну и нужно понимать, что не раньше, чем через две недели мы ожидаем эффект, ни сегодня, ни завтра, быстро, не надо сразу бросать, ограничений в длительности приёма нет, принимаем это питание медленно, маленькими глоточками, можно употреблять как тёплыми, так и охлаждёнными, и можно готовить на основе этих продуктов, смешивать их с нормальной, с обычной пищей. Как долго принимать? Долго. Можно долго? Неограничено. Неограничено долго, столько, сколько нужно будет. Это питание рекомендовано, нутритивная поддержка рекомендована и нашими русскими рекомендациями ИЭСМА. Ну и для того, чтобы нам понять, кому нужно назначать дополнительное питание, существуют всевозможные методики, это измерение роста веса, объёма мышечной массы и лабораторные показатели, по которым мы ориентируемся, есть или нет у пациента нутритивная недостаточность. И плюс ещё есть такая шкала, мы, может быть, её не раздаём, но она достаточно простая, там достаточно ответить на два вопроса, и доктор уже может понимать, необходима вам нутритивная поддержка или нет. Когда начинать её? По идее, ещё до тех пор, пока вы к нам пришли. Как минимум за полторы, за две недели до прихода к специалисту, к узкому специалисту, химиотерапевту, лучевому терапевту, либо хирургу. Конечно, было бы здорово, если бы с вами на этом этапе разговаривали терапевты, либо районные онкологи. А к нам бы приходили уже подготовленные, накормленные, сытенькие. Ну и я хочу сказать, что нарушение нутритивного просто, да, нарушение нутритивного статуса встречается у большинства наших пациентов, к сожалению. Это должно являться неотъемлемой частью терапии и реабилитации наших пациентов. И адекватная нутритивная поддержка улучшает переносимость и эффективность лечения, улучшает, естественно, исходы заболеваний. Это действительно очень важно. Спасибо. У меня все. Спасибо большое, Елена Викторовна. Я думаю, что у нас еще будет дискуссия по окончанию нашей школы. Но если вот сейчас вопросы есть, то, пожалуйста, в микрофон их можно будет задать. Есть вопросы к Елене Викторовне? Если вопросы... Да, пожалуйста, только микрофон. Так, буквально, прошу прощения, буквально секундочку, то у вас просто не будет слышно нашим слушателям. Как можно узнать свою мышечную массу? Нормальная она или ненормальная? Вы сами не узнаете. Для этого существуют специальные методики. Да, сами вы не узнаете. Я и пыталась показать, что для этого существуют специальные методики. Есть в том числе КТ и МРТ. И даже по обычному КТ и МРТ мы это не установим. Там нужно установить специальную программу. Вот. А сейчас наиболее простые методы – это измерение роста веса, динамометрия и лабораторные показатели. Сами вы не узнаете. К сожалению, да. Очень непонятно. Но такая возможность есть у нашего гастроэнтеролога, который может измерить мышечную массу. Для этого достаточно записаться на приём гастроэнтерологу, который может оценить, есть показания к назначению нутритивной питательной поддержки или нет. МРТ МРТ Продолжение следует...